Итак, всем снова здорово, дорогие друзья, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Skull the Hero Slayer, как-то так. Вот, и что ж, поехали. Еще парочку попыток, скажем так, немножечко передохнул после первых эпизодов, то есть первые четыре эпизода были на одном дыхании, то есть я просто взял и записал их. Вот, сейчас с некоторым перерывом решил продолжить. Сейчас мне нужно, кстати, вспомнить управление немножечко. Хорошо. Так, на какую кнопку у нас атака, если бы вспомнить... А, я настроил на Е. Отлично. Вот. Все, вспоминаем немножечко. Вот это, кстати, что за сферы, я не знаю. Типа, вот они есть, их никак смахнуть нельзя. Вот. И, вон, давайте сейчас разрушим алтарь урона. Отличнее, отлично. Так, и здесь у нас деревяшки. Угу. Ну, то есть, пока новых врагов я не видел, то есть я не играл вне записи, поэтому ничего точно сказать не могу. Но, надеюсь, что новые враги будут... Будут интересными. То есть, я надеюсь, что будут не только древние и какие-нибудь люди. Вот. Было бы неплохо увидеть что-то новое. В принципе, там каких-нибудь эльфов, что-нибудь такое. Я думаю, было бы круто. Так, давайте побыстренько мотать. О, еще и внизу заспаунились. Так. Отлично. Все. В принципе, здесь справились. Идем дальше. У нас сейчас должна быть, да, должны быть косточки. Давайте посмотрим, что это у нас такое. Блин, нет, ну нет, ну не хочу я, Вариора. Ну, ё-моё, ну что это за медленные атаки? Ладно. Давайте мы тапнемся. Будем за обычного скелетика бегать. Если что, на боссе потом попробуем. Ух ты, ё-моё. Вот этого вот нужно впервые всех убить. Отлично. Вот все-таки эти фиолетовые сферы, которые выпадают, что-то должны... А, стоп, они хиляют меня, что ли? А, стоп. Нет. Да, они меня хиляют. А как раз... Эта штука, которая на мне висит сейчас, желтенькая, ой, зеленая, желтенькая, я дальтоник, извиняюсь. Зеленая. Это у нас вещь, которая ускоряет наш... Скажем так, ускоряет наши атаки и наша скорость передвижения. Увеличивает. Вот. Ну, то есть, по сути... По сути... Фиолетовые сферы, да, нас немножко хиляют. Но... Что-то как-то... Прошлые попытки... А, во время прошлых попыток я как-то этого не заметил. Так, дэшимся. Против этих врагов довольно-таки просто на самом-то деле сражаться. Просто когда они замахиваются, мы дэшимся, они все равно не разворачиваются после этого дэша. Вот, так что... Так что все в порядке должно быть. Отлично. Сразу зацепил того... Как бы того древня, который... Который выпускает шипы подо мной. Так бы я получил немножко урона. Да, потихонечку у меня, я смотрю, восстанавливается здоровье. Что очень-очень здорово. Так, давайте посмотрим. Секретка есть? Надо было наверху посмотреть. Ладно, ничего страшного. Поехали дальше. Ну, так как здесь почти все уровни по одному шаблону построены. То есть, да, они рандомные. Но они по одному шаблону идут все. Поэтому есть как бы шанс того, что здесь секреток особо-то и нет. Потому что в любом случае, если секретка будет, то на аналогичном уровне она будет всегда. Это будет, скажем так, немножечко нехорошо. Ой, так, все, с этим я справился. Так, дэш. Эй, как он меня зацепил? Так, хорошо. Там выпали только кристаллики. ХП у нас не было. Так, броня еще действует. У нас там плюс 10, я так понимаю, здоровья было за счет брони. Так, у нас здесь магазин. Что мы можем себе приобрести? У нас есть бронька. Ой, а у нас, по-моему, это, если не ошибаюсь, да, скелетон-сворд. То есть, мечник. Так, интересно, мы можем взять мечника. За сколько, подождите? А за сколько мы его можем купить? Здесь не написано. Или здесь просто так мы его берем? О, стоп, я... Я ему отдал свою черепушку. Блин, 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 блин. Вот, ладно. Так, а вот это вот я бы взял. На самом-то деле, корона скорости, это очень здорово. Как по мне. Так, а вот на хилл мне уже не хватает. У меня 44 хп, это очень мало. Ладно, поехали. Поехали дальше, посмотрим, что нас ждет. А, это босс. Ага. Блин, нет, 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 нет. Эть. Так, вот когда он поднимает меч, главное не... Не стоять рядом с ним, потому что в прошлый раз меня эта штука ваншотнула. Ай. Блин, нет, все-таки он умудрился меня подцепить. Ладно, ничего страшного. Блин, я не знал, что на самом-то деле у нас наша черепушка пропадет, если мы выберем тот другой череп. Ладно, давайте попробуем сейчас взять что-нибудь. Купить у нее что-нибудь. Мне в комментариях писали, что за 500 можно какую-то плюху купить, очень хорошую. Так. Скроллайдом. Не то. Даже не знаю на самом-то деле, что мне конкретно предлагали, но по-моему... Вот эту штуку. То есть замедление, я так понимаю. То есть я быстрее начинаю двигаться. Ладно, не суть. Давайте, наверное, для начала... Ну, не для начала, а продолжим. Урон мы не сможем продолжить увеличивать, потому что очень дорого стоит. А вот, допустим, откат скиллов. Неплохо. Еще вот эту штучку. Кулдаун снижает. Подождите. Стоп. А, да, урон скиллов, а это откат скиллов. Я думал, я перепутал. И то, и то урон. Нет. А теперь мы можем сейчас с этим парнем поговорить. Он нам что-то... О, что-то... Гонщик! Слушайте, вот это крутая штука. На самом-то деле, я с этим скелетиком бегал. У него очень крутая способность. Сейчас я вам ее покажу. В общем, ну, на A способность. Уи, просто, просто... Пушка. Просто, просто пушка, а не способность. Правда, урон, мне кажется, маловат, но ладно. Ну, вы сами видели. Вы сами поняли, что это за приемчик. О, призрачный гонщик тоже хорош. На уровне с ледяным рыцарем, с ледяным черепом. На самом-то деле. Так. Ау. Меня все-таки зацепило. Блин. Я... Эй. Применил способность. Так. Не ту. А, ну, давайте попробуем. Ау. Нет, все равно урон такой же. То есть я атакую еще и цепью также параллельно. То есть нажимаю на кнопочку S. Ау. Так, давайте вот этого парня первым делом. Бьем. Хотя урон, смотрите, за первые два удара такой себе, но последний удар вроде приятный такой. Дамаг. Дает. Так, что у нас здесь заскид... Ну, первый раз вижу. А давайте посмотрим, что это у нас. Ммм. Хм. Хм. А если я сделаю вот так? А, во, у меня теперь два рыцаря, да. Мою основную черепушку я отдал. Отлично. Идем дальше. Идем дальше. Что у нас тут? Эй. Нет. Просто сметаем все на своем пути. А, нет. Так. Хорошо. Блин, чуть не попало по мне. Но вроде все в порядке. Так. От вот этого парня нужно первым делом избавляться, если на локации очень много деревяшек. Потому что он выпускает шипы, которые, ну... Которые просто спаунятся там, где вы стоите. А, у них тут еще... Алтарь скорости есть. Давайте мы его заберем. Хотя сейчас уже... Бесполезно особо-то. Как бы с ним бегать. Да, баф у нас спал сразу же. А, ну. А, сейчас я вам покажу. Отлично. Хорошо. Кстати, цепь, по-моему, может к нам подтягивать врагов, если я не ошибаюсь. Так, подо мной не появляется никакого... Никаких шипов, значит, на локе нет этих ребят. Хорошо. Но есть зато вот эти вот... Цветущие. Будем назвать их цветущие. Шипастые и обычные древние. Да? Нет. Так, успел дешнуться. Хорошо. Здесь все-таки заспаунился шипастый. Отлично. Все, идем дальше. Так, у нас есть... У нас почти... Мы фуловые. Мы фуловые. Так, это что дает? Дает... Два... Или больше... Активных способностей... Подождите. После... Ну, тут написано... Базовая атака у нас увеличивается на 30. Стоит ли брать или нет? Нет, давайте, наверное, вот эту штуку возьмем. Обычный урон. Я не знаю, что это дает. А, и там вверху гефест у нас находится. Какой-то айтем у него там продается. Ну, ладно. С этим мы потом разберемся. Так, здесь у нас... Че это? Критическая атака. Взрывной урон наносит. Неплохо. Здорово. Монашка. Ага. Отлично. Отличное сочетание. Призрачный гонщик и монашка. Так, здесь очень часто нужно дэшиться, я вам так скажу, ребят. Так. Ау. Так, подходим и продолжаем атаковать. Но, как видите, урона очень мало наносится. Ау. Так, у нас откатился скилл. О, стойте, мы можем ее зажать. О, отлично. Отлично, смотрите, как здорово. Просто взяли и зажали к стенке. Очень имбалансный на самом-то деле череп. Этот призрачный гонщик, серьезно. Так, че здесь? Здесь просто монетки. Не, давайте лучше кольцо ветра. А, это не корона, это колечко. Все, я понял. А если мы тамнемся? Ну, у него неплохая рейнджа атаки, и тем более мы можем бить врагов, которые выше нас находятся. Насколько я понял, с призрачным... Смотрите, когда мы свапаемся в призрачного гонщика, вокруг нас какой-то огненный этот... Какой-то огненный барьер. Возможно, это... Ой, блин, я не то сделал. Так, останавливайся, хватит ездить. Че у нас здесь? А, не-не-не-не-не-не, я эту штуку больше не возьму. Нет, медленно отвратительная вещь. Ой, смотрите. А у нас, видимо, прокнул критический урон, и поэтому взорвался враг. Ага, дэшимся. Блин, я все еще путаю кнопки, даже когда я их настроил под себя, я все равно их путаю. У-ху-ху! Вы видите расстояние, на которое он атакует? Так. Давайте попробуем с этим вот, с Джином побегать. Так, можем пройтись дальше. Угу. Че у нас? У нас лучник на другой стороне. Отлично. Это было эффектно, но урона очень мало. Ой, отлично, смотрите. Он дамажится даже, когда мы не атакуем. Вот что означает этот щит. Отлично, хорошо. Так, тут палатку можно сломать, из нее ничего не выпало. Ну ладно, ну и ладно. А давайте мы их просто затолкаем. Хе-хе. Е-бой. Отлично. Так. Главное определять, какие атаки. Когда он просто поднимает лапы, он атакует по земле. Вот. А когда он просто в голову вверх, как бы взгляд свой, взор свой вверх отправляет, то это значит, что он будет использовать выстрелы. Вот. Главное это запомнить. Я это не запомнил. Но, ребятки, если вы будете играть, то это такая вам подсказочка. Когда, во время чего и что. Так, тихо выстрелить давайте. И... Газ, газ, газ. Или как там? А-а-а. Тихо. Оу. Сменился. Блин. Ледяной маг. Маги появились. Это очень плохо. Еще заспавнились. Так. Хорошо. Маги вроде простые. Они стоят на месте. Особо там милишных атак нет. Поэтому можно как бы к ним довольно-таки просто подойти. Так. Здесь у нас дэш. Нужен. Да. Отлично. Так. Секрея. Так. Нет. Так. Давайте дождемся пока. Да. Это... А! Блин. Неприятное место, скажу. Там наверху сокровища. Хочу сокровища. Так. Отлично. Кстати, довольно-таки много урона нанес. Даже тем, кто заспавнился позже чуть-чуть. Так что очень-очень здорово. Блин, не. Но я по-любому хочу... Я почти... У меня почти получилось. Я почти понял, как это делается. Ха-ха-ха. За что? Как я... Короче, нужно ударить бочку. После чего сделать двойной прыжок. Так. А это хилка. Дайте мне хилку. Как мне поднять хилку? Как мне хилочку поднять? Эй. Ну дайте, пожалуйста. Ладно. Не хотят мне хилочку давать. Давайте. А что у нас здесь? Шут. Клоун. Давайте мы сменимся. Подберем эту штуку и... У него очень милишная... Стоп. Или он кинжалами кидает? Да, он кинжалами кидается. Смотрите. Но у него очень маленький урон. У него 3, 4, 3, 4 вылетает. А у этого парня сколько вылетает? 9, 12, 13. Ну, сами понимаете. Да, он милишный. Ой. А эти штуки можно сломать, оказывается. Вот. У него урон милишный, но при этом у него большой урон. Поэтому я лучше буду подходить близко к врагам и дамажить их. Так. Так. Вот. То есть, все равно у врагов урон... От врагов проходит урон только во время анимации. Поэтому, да. Ааа, нет. Мм. Очень быстро мы здоровяка уделали, на самом-то деле. Очень быстро. Так, пытаемся ломать еще палатки, потому что из них падают монетки. Ай. Да что такое? Че вы? Блин, гребаные маги. Аж двое заспавнились. Еще такое место узкое. Так что было очень неудобно. Так, сейчас мы... Попробуем гонщика вызвать. Но все равно. Надо было наверху вызывать. Так, нужно подождать пока здоровяк подойдет сюда. Ау. Все равно зацепил негодяй. Так. Отлично, с этим и справились. Ну, в принципе, все. У нас 789 монет. Когда будет магазин? Так, это... Мм. Так, наверное, будем гонщиком сейчас бегать, потому что... Та, шикарно, шикарный просто, шикарная способность. Серьезно, один из лучших черепов. Но все равно с ледышкой он не сравнится, ледышка мне больше нравится, почему... Ух ты, че это за... Ага, дешатся еще. Ой, критический взрыв. Критический удар был и взрыв. Хм. Забавно. Взорвали нашего соперника. Да, подтягивает все-таки к нам эта цепочка. Но людей она почему-то убивает. Ну, не почему-то, а хорошо, что убивает. Так, здесь подпрыгивать нельзя потом, поэтому здесь... Делаем вот так вот. Падаем вниз. Он, кстати, отхиливается. Возможно, там где-то алтарь на отжор есть. То есть на хил. Куда ты смотришь? Нет, только не... Только не цветущий паренек. Он-то мне нафиг не нужен. Эй. Хорошо. Ну, вроде бы все. О, давайте подхиляемся немножечко. Я же говорил, где-то алтарь на отхил есть. Так, давайте поставим здесь, потому что я хочу на следующую локу прийти уже... Подхилившимся. Эффект до сих пор на нас. И у нас как раз... Магазинчик. Так, это... Восстанавливает одну единицу здоровью каждые три способности. Стоит ли брать? Ну, нам вообще отхила катастрофически не хватает на самом-то деле. Генерирует 20 золота... Не понял я немножко его определения. Но мы можем просто урон увеличить. Просто... Как... А, кстати, заметьте, что цены в магазине увеличились примерно вдвое. То есть от второй магазина здесь цены вдвое увеличились. Мы, кстати, можем купить вот эту плюху, которая находится вверху. Это что у нас такое? Не понимаю тоже, что она дает. Ну, ладно. Нужно будет, кстати, Википедию почитать насчет оружек. Вот. Насчет предметов. И, возможно, это сделаем. Так, давайте отхилимся. Все, теперь мы можем точно отправляться дальше. Сейчас, скорее всего, у нас будет босс. Да. Да ладно. Так. Ау. Так, ждем отката. Ага. Ждем отката наших скиллов у гонщика. Так, она хочет взорваться или что? Ой-ой-ой-ой. А, ее, кстати, нужно... Нужно подловить на том моменте, когда она очень близко к стене, потому что иначе не получится. Ау. Отойти не получилось. Ага. Ой. Все. Я ее одолел. Отлично. Ну, слушайте. А, кстати, она пишется, что 14 уровня. Вот. То есть, я так понимаю, каждый раз враги намного сильнее, чем были. Очевидно. Так, а мы... А, да, у нас все предметы... Стоп, подождите. Я только что поднял еще сферу какую-то. Я так понимаю, после босса мы можем выбрать один из... Один из предметов. Не все, очевидно. Так, здесь где-то алтарь на урон. Да, вон он. Вот, если по мне попадет вот этот парень... Будет не очень хорошо. Толкаем его на шипы. Надеюсь, что они... О, кстати, видели только, что был критический удар. И он был взрывным. То есть, ему нанеслось намного больше урона и... Прям explosion произошел. Так, отлично. Всех убил. Вон там у нас еще есть место. Да. Ау. У нас там еще наверху есть место. Куда мы можем запрыгнуть. И получить себе монеток. Нет. Почти, ну почти же. Ау. Что-то я не то сделал. Кстати, через эту способность... Можно, в принципе, еще чуть дальше дошнуться. Давайте попробуем. Сейчас. Нет, почти. Почти забрался. Да что ж такое. Слушайте, я хочу туда попасть. Я хочу... Я хочу забрать монетки. Нет, нет, нет. Не, давайте сначала попробуем применить способность, а потом дышнуться. Вот таким вот образом. Есть. Отли... Ооо. Мы еще и сломали эту. Ой, там еще вверху что-то есть. Но вверх я... Дальше я уже, так понимаю, не попаду. Но я подобрал монетки. Уи. Здорово. Так, а ну, что у нас здесь? Уу. Вирвулф? Ля, какой красивый. Слушайте, а у него критический урон есть. То есть вы... А, вот. Только что видели, был критический урон. А ну, а что у него за способность? А, просто скачок, и их можно три сразу использовать. Хм, я не знаю. Давайте посмотрим на урон. Еще раз. 8, 13, 9, 15, 8. От 8 до 15. Давайте этого посмотрим. А, ну, тут... Наверное, очевидно. А ну... Да. Да, тут очевидно, что у нашего Джина намного больше урона. Так что давайте возьмем его. Я все равно буду пользоваться этим. Так, он сейчас будет... Да, стрелять. Так, он сейчас будет стрелять, хотел сказать. Ай. Давайте от вот этого. Да, почему? Почему вас так много? Ага. Так. Вроде как... Блин, их становится все больше, этих ребят, в принципе, врагов. И это означает, что нам становится сложнее с ними со всеми справиться, потому что... Ты кто? О, нет. Привет, ты можешь помочь мне? Я сбежал от... Я, короче, убежал от плохих людей. Загадочный мальчик это у нас. Пожалуйста, помоги мне убежать отсюда. Я так понимаю, нужно... Это типа комната с босс Рашем или... Так, а теперь я покажу вам, кто здесь главный. Просто... Наказал. Наказал, молодых. А, стоп, подождите. А, не, вот он мальчик. Я думал, это он как бы позвал на помощь этих вот ребят, чтобы справиться со мной. Ты спас мою жизнь. Спасибо тебе за это. Это у нас что? А, это, кстати, та штука, которая продавалась у нас в магазине. Ой. Спасибо большое. Воу. Воу, слушайте. Так мы можем отпрыгивать от врагов, которые... Да, очень близко к нам. Надо, кстати, настроить на кью. А, я так понимаю, это босс. Почему-то... Что-то так кажется. Даже не знаю почему. Ну, давайте посмотрим. Врата. Дерево! Не бей, ток. Ау. А что я могу атаковать? Я так понимаю, я могу атаковать только... А! А! Я могу атаковать только те предметы, которые... А, только лапы, которые он на землю положил, да? Поклал. Простите. Если чё. Хорошо. Так, потихонечку дамажу. Угу. Давайте в Джина превратимся, наверное. Мне кажется, здесь... Лучше им бегать... А! Меня добил... Меня добил... Не, меня добил... Довольно-таки массивный босс. Слушайте, ну... Мне понравилось. Мне понравилось, что я дошёл до такого... Врага. Слушайте, это даже очень-очень неплохо. Посмотрите, сколько предметов мы собрали, сколько мы прошли. И... Я так понимаю, то, что было впервые... Впервые... Ну... Первый мини-босс... Это мини-босс. А вот это уже настоящий босс. Которому прям такой... Врата такие интересные. Не, здорово. Слушайте. Давайте что-нибудь прокачаем, наверное. Давайте все вот эти новые... А, стоп. У меня не 500 их. У меня 169 кварца. А почему так? Мне написали, что у меня там 200 с лишним было кварца. Мне дали. Наших оп увеличено на 15. Я не знаю. Может быть, реально стоит накопить на... Вот костяную пушку. Или... Краниостат. Что-нибудь такое. На алхимию. Алхимию тоже. Можно посмотреть, что это такое. Там нам плюс золота, я так понимаю, даётся. Но да ладно. Дорогие друзья, на этом, думаю, всё. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Этот эпизод получился довольно-таки неплохим по сравнению с предыдущими. Надеюсь, в следующий раз мы одолеем всё-таки этого босса. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорого. И пока.